20 заключенных следственного изолятора 168-1 в Актюбе устроили акт члена вредительства. Они нанесли себе ранения в области живота в знак протеста против условий содержания. Сначала предполагалось, что инициаторами выступили верующие заключенные, возможно осужденные по статье «Экстремизм». Однако позже прокуратура опровергла эту информацию. Между тем, узнав о случившихся месту в СИЗО, прибыли родственники арестантов. Они требовали пустить их внутрь учреждения. Детали в репортаже из Актюбинской области. О том, что в СИЗО номер 168-1 в Актюбе заключенные устроили акцию протеста, репортерам рассказала мать одного из осужденных. ЧП с участием 20 человек, которые вскрыли себе животы, подтвердили сотрудники пенитенциарной системы. Почти одновременно в интернете появились кадры. На окнах СИЗО арестанты развешали простыни с надписью «Помогите». За всем этим с крыши соседнего дома наблюдали родственники осужденных. Они и распространили видеоакции. «Вечером моего мужа избили. Не знаю, чем нанесли удары, но точно было избиение. Пострадали еще шестеро. Но они боятся об этом говорить». «Мне сказали, что младший брат в коме. У него распорот в живот. Внутрь раны запихали марлю и заклеили скотчем. Это со слов его сокамерников. Но сам я брата не видел пока». А вот у администрации СИЗО своя версия. 11 июля последственные стали требовать дополнительных встреч с родной, свободы передвижения и празднования мобильными телефонами. А это по словам начальника кулиста активности области Клирбалата Кипесова нарушения условия режима. Соборский ажиотаж родственников сегодня запустили в СИЗО. А военная прокуратура поспешила опровергнуть версию о том, что тюремный протест имеет под собой экстремистскую подоплеку. Эти слухи были подогреты скандальным видео, на котором женщины в хиджабах комментировали происходящее в спецприемнике. «Запустили внутрь СИЗО 30 родственников. С ними поговорили также сотрудники прокуратуры. Визитерам показали заключенных, чтобы они могли убедиться. Никаких избиений не было». О пытках и бунтах в местах заключения журналист Сергей Дуванов наслышан немало. Он отмечает, что осужденные в своих протестах стали более организованы. И прогнозирует, раз за колючей проволокой все больше заключенных по статье «Экстремизм», то и число эксцессов будет расти. «Это вскрытие, о котором мы с вами говорим, оно свидетельствует, что эти люди начинают саморганизовываться. Это уже не одиночки, которые протестуют сам на сам, а это уже устойчивые коллективы, которые сегодня протестуют пассивно. Завтра, я прогнозирую, это будут бунты, это будут побеги, это будут протесты вооруженного характера, силового характера. Вот так. Куисовцы заявили, что с бузатерами проводятся профилактические и разъяснительные мероприятия. Между тем, правозащитники констатируют, в казахстанских колониях регулярно происходят массовые членовредительства, голодовки и побеги. ЧП уже ославили в кавычках тюрьмы Петропавловска, Долинки, Балхаша, Тараза, Актау и Актабе. Несмотря на то, что протесты давно уже сотрясают пенитенциарную систему, она крайне редко признает проблему пыток и нечеловеческих условий содержания казахстанцев.